Великий немецкий композитор Йозеф Гайден очень не любил тех, кто засыпал во время его концертов, поэтому для них специально он написал лондонские симфонии, в состав которых включил партию для литавров. Под громкие звуки барабанов люди тут же просыпались, мы же под музыку не спим. В эфире репетиция с Александром Ткачевым. В этом году российский цирк отметил столетие. За век существования произошло очень многое. Опилочное покрытие заменили на резиновую поверхность, усложнились трюки и фокусы, стало больше света и зрелищности. Постоянным остается азарт, с которым зритель вовлекается в представление, и музыка, которая является неотъемлемой частью действа. В театре Яма, в церкви Клирос, а в цирке Балкон. Именно отсюда маэстро наблюдает за представлением. Здравствуйте, маэстро. Здравствуйте. Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова в этом году тоже отмечает юбилей. Уже 60 лет здесь идут представления, и ни одно из них не обошлось без музыкантов. Александр Татишвили, дирижер оркестра, уверен, что без живого аккомпанемента шоу потеряет свою одушевленность. Маэстро, можно ли сказать, что ваш оркестр духовой? Нет, не совсем духовой. У нас оркестр эстрадный. Если в духовом оркестре туба, у нас бас-гитара. Здесь у нас клавиши есть, которые выполняют иногда роль. Альтушечки духовые, волторные. Маэстро, из каких оркестровых групп состоит ваш коллектив? Ну вот, начнем, например, с саксофоновой группы. Состоит из четырех саксофонов. Два альта и два тенора. Готовы, да? Да. Следующая группа трубная, трубно-тромбоновая, наверное, назовем так. Раз, два, три. Все, хорошо, спасибо. Ритм-группа у нас состоит из клавиши, бас-гитара и ударной установочки. Маэстро, ну вот не все телетрители знают, что такое оркестровые тути, но вы могли бы показать нам? Давайте. Поехали, да? Музыканты отшучиваются. Тутти у каждого свое. Под термином понимается одновременное звучание всех инструментов состава. В ансамблировании важно не только вовремя вступить, но и закончить. Квалификация исполнителей безошибочно определяется по совместному снятию звука. И вот здесь без руки дирижера не обойтись. Тем более в цирке. Музыканты отшают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дирижер уверяет, что за годы состав ансамбля изменился мало. Однажды придя под купол цирка, артисты не могут его покинуть. Атмосфера и специфический запах манежа впитываются в кровь и передаются по наследству. Здесь работают целые династии. Но я знаю, что вы потомственный дирижер. Это действительно так? Да, это действительно так. Мой папа здесь начал свою творческую и трудовую деятельность со дня основания этого цирка. Я, когда уже стал подрастать потихонечку, я начал играть здесь в оркестре. Я всю жизнь проработал в оркестре. А потом, когда он ушел на пенсию, я его заменил. Кабинет маэстро – это творческая мастерская, хранилище нот и воспоминаний. Здесь, среди портретов и дарственных адресов, он обустроил и уголок, посвященный отцу – Борису Татишвили, первому дирижеру Симферопольского государственного цирка. Мой папа проработал в этом цирке со дня его основания все годы, до самого конца, так скажем. Он приехал сюда, он работал сначала в Тбилисском цирке музыкантом. Потом его пригласили, когда отстроили этот цирк, новый был цирк в 59-м году, его пригласили сюда работать главным дирижером. Он был очень талантливый человек. Он писал очень много для артистов, для музыки, как композитора, как аранжировщик. В те времена это было очень востребовано, очень нужно было. Спустя 60 лет многие из этих партитур по-прежнему актуальны. Некоторые из них Александр знает на ощупь. Сам дирижер не помнит, когда впервые попал в цирк. Иногда ему кажется, что здесь он родился и вырос. Маэстро улыбается. Теперь и его музыканты приводят своих детей на оркестровый балкон наблюдать за представлением. Наверняка для кого-то из них манеж и оркестр тоже станут неотъемлемой частью бытия. Что для вас работа в цирке? У меня цирк снится все время. Артисты, какие-то случаи, какие-то ситуации снятся. Мне снится цирк, постоянно при том. Я не знаю, так и такая. Действительно получилось так, что это моя же вся моя жизнь в цирке. Музыкальный инструмент Музыкальный инструмент – сам по себе история музыки. Особенно, когда этот инструмент занимает несколько залов, а его фасад – произведение искусства. Владимиру Хромченко исполнилось 70 лет. Всю жизнь он создавал центр органной музыки Левадия собственноручно, по кирпичику. Все от лепного ордера пилястр, клавиш мануала до пальмария вокруг музыкального дворца. Владимир Анатольевич, зал окружает уникальный, удивительный сад, которых в Крыму больше нет. Расскажите, как вы его создали и что это за сад такой? Сад этот имеет черты в себе так называемого арабско-персидского. То есть, что значит персидский сад? Это очень широко распространенный термин – чахарбак. То есть, четыре сада. Вот у нас четыре части – север, восток, запад, юг и запад. Фактически три части. Но у нас есть еще зал. Если обратите внимание, зал – это представляет из себя сад. Огромное количество вьющихся, так сказать, веток. Там тысячи, тысячи. Это сад музыкальный. Для того, чтобы создать этот комплекс, понадобилось стать полиглотом. Владимир выучил шесть европейских языков, чтобы построить орган. А для закладки сада – седьмой – персидский. Он стал специалистом с мировым именем и единственным на постсоветском пространстве органостроителем. Орган – это такой инструмент, который включает в себя, наверное, все, что можно включить. Очень много научного, математика, потом художественной архитектуры и так далее, и так далее. То есть это все постепенно было изучено. И после этого уже в музыкальной школе, где-то в 70-е годы, в годах появился первый орган. И уже в 87-м году стал вопрос о строительстве органа в Ялте. Здание – это здание бывшей электростанции Ливадийской, которая была построена в 2011 году одновременно с дворцом. Сколько труб в органе? В органе в настоящий момент 5200 труб. Трубы делятся на 82 части. То есть это 82 тембра в этом органе существуют. Правда, что трубы сделаны из совершенно уникальных пород древесины? Есть некоторые тропические сорта, которых у нас, и есть очень такие плотные, так скажем, фисташки. Орган не зря называют королем музыкальных инструментов. Его фасад как крепость, его звук сравнивают с глазом небесным. Играют на нем не только руками, но и ногами. Расположение педалей точно повторяет строение клавиатуры. Мастер, вы могли бы дать небольшой урок игры на вашем инструменте? Например? Ну, я должен тогда двинуться немножко. Вы должны сесть по центру, потому что выбирается центральная позиция, иначе будет неудобно. Ну, немножко спокойнее надо, и меньше качаться. Ну, тут, конечно, должно быть туша. Это время надо большое. То есть это тоже динамический инструмент? Да, безусловно. Главное тут даже не нажать, а снять. Мои пожелания только надо заниматься. Любому ученику все только в труде опознается. Фасад Органа – это только нарядная одежда. Его сердце и легкие скрыты в четырех просторных комнатах, невидимых зрителю. Их заполняет механика и тысячи труб. Каждая из них отлита, выпилена из дерева, откалибрована и установлена собственноручно маэстро. Каждая имеет свой неповторимый голос и название. Вокс-ангелика. Вот видите, тут очень сложно сделано. Они очень трудно их интонировать, потому что очень узкая мензура. То есть соотношение диаметра к звуковому столбу, оно минимальное. И труба очень неустойчива. Она стремится разделиться на обертоны. Ну, это достигается путем вот этих манипуляций. Довольно сложно. Но когда стабильно она уже звучит, то тогда этим настраиваем нужный тон. Это струнные регистры, так называемые. А там другие есть закрытые, открытые. То есть все закрытые трубы, а то проще. Видите, вот она. Вот. Флейта, видите. Дубовая труба. Орган величественен как готический храм. Ему только 32, а впереди столетия. Владимир Хромченко воздвиг прижизненный памятник себе и вечной музыке. Многое лето, маэстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова